Друзья, приветствую на канале. Сегодня готовлю очень вкусный торт «Битое стекло». А все особенности рецепта смотрите в рекомендациях. Прежде всего, необходимо приготовить желе по рецепту производителя. У меня желе-приправоч, поэтому я буду готовить в соответствии с рецептом производителя. Хочу сразу обратить внимание, что любой производитель рекомендует количество воды на упаковку порошка. В данном же случае, мы поскольку готовим торт, а не десерт, нам нужна более плотная желешка. Поэтому мы используем нерекомендуемую дозу 0,5 мл воды, а мы используем 250 мл воды. Таким образом, желешка будет плотная и при вымешивании в самом суфле торта, она не поломается и не раскрошится. В сотейник с водой всыпаю желе-порошок. Друзья, как только всыпал желе-порошок в жидкость, даю набухнуть 20-30 минут. Затем включаю на умеренный огонь и нагреваю почти до кипения, но не кипячу. При этом непрерывно помешиваю. Как только пошел пар, выключаю плиту и разливаю жидкость по формам. Рецепт вашего желе может отличаться от того, который использую я. Поэтому всегда ориентируйтесь на способ приготовления, рекомендованный производителем. Горячее желе переливаю в форму. Горячее желе оставляю сначала на столе до остывания, а затем на ночь убираю в холодильник. В желатин вливаю холодное молоко. И тщательно перемешиваю, чтобы желатин полностью разошелся в молоке. Оставляю желатин при комнатной температуре примерно на час, а затем убираю в холодильник на ночь. Для бисквита всыпаю соль и сахар. Перемешиваю миксером, чтобы сахар полностью растворился в яйце. Добавляю муку и кукурузный крахмал. Недолго перемешиваю миксером до получения однородного теста. В форму для выпекания с предварительно выстеленной пекарской бумагой выкладываю все бисквитное тесто. Распределяю тесто по всей площади формы. Форму с тестом убираю в заранее разогретую до 170 градусов духовку на 15 минут. Жили простояли ночь, они застыли и готовы к работе. В данном рецепте мне понадобится только половина от каждого цвета, поэтому я расселяю на половинку. Каждый цвет нарезаю на кубики. Вот так смешиваю все цвета желе вручную. И перекладываю в свободную емкость. Выпеченный бисквит оставляю на решетке до полного остывания. Для суфлет в холодную сметану добавляю ванильный экстракт. Вбиваю сметану миксером, чтобы она стала пышной. Обратите внимание, сметана не основательно взбита. Она очень, как такой слабый крем, сползает с венчиков миксера. Это говорит о том, что сметана готова. Больше сметану взбивать не надо. Если вы ее плотно взобьете, то она не очень ровно может заполнить форму. И суфле будет некрасиво смотреться. Именно вот такая консистенция должна получиться. Не слишком густой крем. Желатин растопил в микроволновке. Если у вас нет в наличии микроволновки, растопить желатин можно просто на плите. Либо на паровой бане, как вам удобно. В желатин добавляю сгущенное молоко. И перемешиваю, чтобы сгущенное молоко полностью растворилось в желатине. Дно формы, в которой выпекался бисквит, я обтянул пищевой пленкой. Если есть в наличии ацетатная лента, рекомендую проложить еще ацетатную ленту. Тогда не нужно отделять суфле от бортов формы. Во взбитую сметану добавляю сгущенную желатиновую смесь. И сразу перемешиваю миксером. Невмешанные остатки снимаю со всем чашей силиконовой лопаткой. Окончательно перемешиваю миксером. Затем добавляю все желе в сметану и суфле. Старайтесь равномерно распределять желе по суфле. Перемешиваю желе в суфле. Далее выкладываю все суфле в подготовленную форму. Накрываю суфле бисквитным коржом. Выдавливаю корж в суфле. Готовый торт упираю в холодильник. Меним на 5 часов для стабилизации. Торт простоял в холодильнике всю ночь. Снимаю кольцо. Извлекаю ацетатную ленту. Сверху устанавливаю тарелку. Переворачиваю. Убираю дно и снимаю пищевую пленку. Вот такой торт получился. Разрезать торт рекомендую влажным или мокрым ножом. Чтобы суфле не прилипало к острию лезвия. Друзья, посмотрите какой внутри торт. С обеих сторон посмотрите. Самое интересное время дегустации. Невероятно нежный, вкусный. Посмотрите какой он красивый в разрезе. Он такой облегченный. Абсолютно не жирный. И для классического торта он низкокалорийный. В основе суфле нет сливочного масла, сливок. Поэтому тех, кто придерживается дефицита калорий. Это отличный повод приготовить такой вкусный торт. Обязательно приготовьте. Убери, он понравится. Очень хорошее суфле получилось. Давайте еще один кусочек. Прям очень вкусный, поверьте мне на слово. И здесь то, что бисквита мало, это очень хорошо. Очень красивый разлом, разрез. Такой, значит, праздничный, например, торт. Отличный вариант после обильного застолья. Делается очень просто. Друзья, спасибо, что смотрите мой канал. Ставьте лайки, пишите комментарии. И увидимся в следующем видео.